Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео представляю вам обзор и отзыв на книгу «Каноске Мацусито. Миссия бизнеса». Каноске Мацусито – основатель фирмы Мацусито Электрик. Мы знаем эту компанию как производителя техники под торговой маркой «Панасоник». Каноске в детстве был болезненным ребенком. И все бы ничего, но он был восьмым ребенком в крестьянской семье. Ему пришлось очень рано начинать работать. В 9 лет он покинул отчий дом и устроился подмастерьем. У него была мечта того, чтобы сделать что-то полезное для людей. И он шел к этой мечте. Однажды он узнал про то, что есть такое направление, как электротехника. И он устроился на работу в электротехническую компанию. Я сейчас точно не помню, то ли это была компания, которая собирала радиоприемники, то ли это была сетевая компания, которая обслуживала линии электропередачи. Стерлась из памяти. И тогда он начал собирать, жил очень скромно и начал собирать деньги на то, чтобы основать свою компанию. И у него это получилось. Подробно я рассказывать о том, какой длинный путь прошел автор книги, то есть Каноски Мацусито, я не буду. Хочу более подробно остановиться на самой книге. Книга у меня достаточно потертая. Здесь уже есть достаточно много пятен на ней. Но изначально, когда эта книга только вышла, в 2011 году, вот она была покрыта таким, непонятным шершавым, шершавый был. При прикосновении я чувствовал шершавость поверхности обложки. Это меня привлекло. Но потом эта обложка со временем, она стерлась. И далее. Эта книга, что очень редко в современном издательском мире, она напечатана, я попробую показать, она напечатана на желтой бумаге. Причем эта бумага такого достаточно хорошего качества. Тоже немного шершавая и плотная. И поговорим, сделаем небольшой обзор книги. А потом я выскажусь о своих впечатлениях о ней. Книга разбита на части. Всего две части. Первая часть разбита на семь глав. Я прочитаю, как они называются. Первая глава – персонал. Вторая – коллективная мудрость. Третья – творческий менеджмент. Четвертая – атмосфера сервиса. Пятая – социальная ответственность. Шестая – амбициозные цели и рост. Седьмая – идеальный руководитель. Часть вторая – это скорее здесь собраны советы по каким-то небольшим сферам бизнеса, внутри бизнеса. Как делать что-то. Советы от самого Каноски Мацусиды. То есть, книга вообще сама является большим советом от этого человека. Но следует помнить о том, что эта книга писалась, во-первых, про Японию. Где люди более исполнительны, чем в западном мире. Где уровень личной ответственности выше. Во-вторых, книга писалась в том числе по тем событиям, которые произошли во время Второй мировой войны. То есть, когда, насколько я помню, они практически работали без прибыли. То есть, они все деньги, которые они получали за заказы, у них ничего не оставалось. То есть, они работали в ноль. Только лишь для того, чтобы иметь заказы и чтобы платить рабочим за их работу. Чтобы люди не ушли с их компании. И могу ошибаться, потому что я давно читал эту книгу, но смысл такой. Далее. Что еще меня здесь зацепило, это то, что вот эта книга потом была раздербанена на мелкие-мелкие какие-то вопросы. И по каждым из этих вопросов американцы уже написали свои книги. Например, «Атмосфера сервиса». Одна глава в книге «Каносские мацуситы», но две книги – это книга «Обнимая своих клиентов» Джека Митчелла и книга Джона Тимпсона «Письма о главном». Две книги, которые каждая там по 300 страниц. Одна про американский бизнес, одна про бизнес в Англии. И, то есть, они взяли одну главу из «Мацуситы» и сделали из этого 600 страниц. Понятно, что там с примерами, как они это делали в своем бизнесе, но они сделали только лишь один аспект, показали. То же самое с другими главами. Мы берем, например, «Идеальный руководитель». Мы знаем книгу «Идеальный руководитель и почему нельзя стать» и другие книги похожего плана. Опять, одна глава в «Мацусите» и десяток книг каких-то американских авторов. Про какой-то очень узкий вопрос в работе. Это кратко вот про то, что эта книга более, скажем так, важна. И это как бы можно сказать, что это фундамент, а все остальные книги стоят на ней и вырастают из нее. Потому что, допустим, в Америке такой подход к делу, к книгоизданию, что есть какая-то тема, которую обсасывают со всех сторон. Одна тема. И по этой теме выпускают 10 книг. И они заполняют эти книжные полки в магазинах. Вот такая особенность. И отвлекся я от Каноски Мацуситы. И он, то, что он пишет в книге, это он пропустил через себя. То есть, когда он был молодым, когда он набирал опыт, он рассказывает про это. Когда он работал по найму, он рассказывает про это. Когда он уже стал владельцем компании, набирал людей, он про это рассказывает. Дает советы. И когда я читал, сейчас у меня эти бумажки я вытащил отсюда. Но у меня были закладки вот такого плана. Вот я, допустим, дочитал до какой-то страницы. Закладка стоит. А на закладке написано, что для меня здесь было важно на этих страницах. Если только какая-то часть страницы, какую-то часть страницы я выделял, допустим, часть абзаца, то я на этой закладке ставил начало и конец. Первое слово, последнее слово. То есть, где я заметил, что мне нужно это отметить, и где я закончил мысль, на которую я хотел бы обратить внимание позже при втором чтении. И большой, большой пласт книги посвящен бюрократии в компании. Он говорит, что нельзя бюрократизировать. Нужно бюрократии ровно столько, сколько нужно для работы. Но не более того. Потому что если увеличивается бюрократия, снижается производительность и эффективность. Рекомендую книгу к чтению. Несмотря на то, что вышла она в оригинальном издании довольно давно. Все равно, я думаю, мыслей много полезных, хороших. Кроме этого, есть много отзывов на другие книги. В основном, книги художественные. Книги художественные. И пройти и посмотреть эти видеоотзывы можно по ссылкам в описании. Есть два типа видеоотзывов. Это первый тип, это когда одна книга. Одна книга. Одно видео. А есть три сборных видео, посвященных, опять же, книгам по бизнесу. Книгам по экономике и финансам. И книгам художественным. Вы можете перейти на эти видео по ссылкам в описании. Либо плашки появятся вот здесь и вот здесь. На эти длинные видео. И там уже, в этих длинных видео, вы можете нажать на тайм-код и посмотреть только тот отзыв, который вам нужен. Чтобы не смотреть все видео целиком. Я думаю, что для вас это будет удобно. Подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик уведомления. Делитесь видео в социальных сетях. Желаю вам всяческих успехов. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok